Ютуб, привет! Давно не виделись, как говорится, чё-то я... Угадайте, что? Да-да-да-да, то самое говнище, привет всем. А, он самый, да. Для тех, кто говорит, что вода нифига не попадает сюда, смотрите, как она сюда не попадает, что всё в накипи. Ну и, в сути, о чём вопрос? Всё? Не работает пружинка? Ладно, давайте разберём, посмотрим, что случилось, мне самому интересно. Так. Да, меня спрашивали, что я сделал, но вот одна из доработок. Вот эти отверстия сливные. Чтоб сюда ничего не натекало. Так, а помните, как он открывается-то? Я уже просто забыл нафиг. Да, там клей. Я налил клей туда. О! Да, в общем, смотрим, что там у нас. Так, пружина на месте. Странно. А в фигле он-то не открывается. Я знаю, что она защёлкивает очень технологично, потому что удешевляет производство. Так. И в фигле-то крышка не поднимается. А-а-а-а! У нас пружина не сгнила. Она у нас тупо лопнула. Пружина тут лопнула. Тут, а... Починить не получится. Я думал, она сгнила тупо, а она лопнула. Ну вот. С момента последнего ремонта у нас тут лопнула пружина. Сейчас, вот. От неё обломок там. Во, вот она. Вот от неё обломок. Так, короче... Блин. Ну... Где ты? Куда наделся? А, вот был. Во. Вот у нас обломок пружины. Так что, я думаю, всё. Это капец. Она просто ломалась. Поэтому он не открывается. Так, ну раз у нас ремонт тут не получится, раз тут лопнула пружина, поговорим о том, что я сделал, чтобы чайник из безнадёжного стал надёжным. Во-первых, сливные отверстия. Во-вторых, здесь налил термоклея, чтобы вода текала не внутрь чайника, а вытекала в сливные отверстия. И это помогло, на самом деле. То есть сейчас проблем нету. Ну тут ничего не делалось. Дайте внутрь заглянем. Думаю, всем интересно, что там внутри происходит. Плату я залил толстым слоем лака электроизоляционного. Прямо в несколько слоёв пролил. Поэтому это не ржавчина, это... Сейчас фокусируется. Это не ржавчина, это лак толстым слоем. Дальше. Родную резинку я отсюда выбросил. Сейчас сниму, покажу подробнее. Вот она. Что было сделано. Так. Ох ты ж, блин. Фига себе. Вот это нежданчик. Короче. Хорошо сюда заглянул, блин. Короче, да, я эту штуку больше отсюда не сниму. Так просто. Так что не буду показать. Короче, не делайте так, ребята. Не надо так делать. Короче, я взял вот такую вот резинку вырезал. Видите, да? И родную выкинул, потому что родная устраивала бассейн здесь. И сверху накрыл плату полностью резинкой. Вот этой. Так вот, что произошло. Снизу находится у нас нагреватель. И получилась такая фигня, что эта резинка у нас оказалась на нагревателе. Вот эта вот пластиковая хрень. Это здоровая термоусадка была, если что. Я просто ее разрезал, положил сюда, вдавил плату. И вот она вот здесь вот полностью, где была нагреватель, она полностью расплавилась. И полностью все тут пришкварилось и нафиг прилипло. Ой, блин, ребята, не делайте так. Да, оно работало, да, оно до сих пор работает. Вода не попадает, все, вот отверстия дренажные, дренажные отверстия работают. Но, блин, вот так делать не надо. Либо думаете, что с этим делать, потому что я думал, что вот тут все нормально будет. А просто так можно реально пожар устроить. Вот как-то так. Ладно, давайте-то обратно его соберу. Но пока собираю, отвечу еще на некоторые вопросы. Меня тут спрашивали, какой электрочайник купить сейчас? Какой нормальный чайник? Почему я не отвечаю на эти вопросы? Да я откуда знаю, какой чайник нормальный. К сожалению, чтобы узнать, какой чайник нормальный, нужно, чтобы он проработал, ну, хотя бы, хотя бы года три, без проблем. А вы понимаете, что за это время модель снимается с производства и появляется новая модель. А ненормальные чайники выходят из строя, как правило, в первый год эксплуатации, иногда в два. Вот как эта сего мишка вышла из строя. Так что, вот поэтому я не могу ответить на вопрос, какой чайник нормальный, а какой чайник ненормальный. Ладно. Ну, я думаю, на этом все. Сейчас завинчиваю винтики обратно и будем прощаться. Хотел показать подробнее конструкцию, но, как видите, не каждую резинку сюда можно использовать. То, что я сделал, да, оно работает, но резинка прогорела. И вот эти вот сливные отверстия, в принципе, спасают все положение. И то, что я провода пустил не сверху, внутрь платы, потому что вода по ним потечет, как по веревочке. Попробуйте проводить эксперимент. Возьмите чашку с чаем, положите веревочку на нее и наклоните чашку. Вода потечет не отсюда, не отсюда, она потечет по веревочке. И если веревочка будет идти на плату, она пойдет по поплате, так же с проводами. Поэтому провода я положил вот так. Так, самый лучший вариант. На, теперь это хрен разберешь, все пришкварилось. На самом деле, разобрать можно, включить его, он прогреется, тупо без воды. И отвалится все нафиг. Походу, даже еще повел-повело алюминий уже. Потому что винты плохо идут. Я маслица добавил. Сейчас завинтим. Так что все, ладно, ребят, на этом все. Как говорится, кто хотел увидеть мои доработки и увидел, видели, что не все так идеально. То есть родную резинку все-таки лучше оставить. Просто у нее дно вырезать, чтобы вода вот сюда не попадала. Чтобы если она протечет, она не затекла. И провода вот эти вот, пусть их не через верх, а через низ. А сверху надо каким-нибудь каптуновым скотчем просто заклеить отверстие. Потому что термоусадку, то, что я использовал, она расплавилась. Тут температуры высокие. И она была на это не рассчитана. Ладно. Если информация была полезна, ставьте лайки. Если бесполезна, ставьте дизлайки. Всем спасибо. Всем пока.